Новогодние праздники в Котласе прошли спокойно. Чрезвычайных ситуаций на территории города не зарегистрировано. Происшествий с выездом экстренных служб тоже не было. Зато в связи с аномально низкой температурой воздуха возникли коммунальные проблемы в 91-й школе поселка Вычегодский. Происшло размораживание труб холодного водоснабжения в корпусном издании пищеблока. Необходима замена труб на участке 60 метров. Глава города отправился сегодня в 91-ю школу, чтобы лично проконтролировать процесс устранения последствий коммунальной аварии. Уже завтра в школе должны начаться учебные занятия. Кстати, похожая авария произошла и в двух зданиях Котласской скорой помощи. Там тоже замерз водопровод. Проблема с водоснабжением скорой медицинской помощи по адресу Конституции 9 и Конституции 16Б. Как себе, в связи с ноги, пожалуйста, потому что воды нет. Еще один вопрос, на котором глава города заострил особое внимание – это своевременная уборка снега во дворах. Ее должны осуществлять управляющие компании. После последних снегопадок он не убранный. Все это сейчас в колеях. Поэтому дворы в среду, в четверг, пока похолодание на воду не пришло, можно перевести в порядок. На городской планерке были коротко подведены итоги прошедшего 2016 года. В первую очередь речь шла о финансовых итогах муниципального образования. Годовой план был исполнен на 100%. Благодаря экономии на начало года в городской казне сформировался остаток – 5 с лишним миллионов рублей. Ожидается дотация из вышестоящих бюджетов. Планируем в январе получить 67 миллионов доходов собственных. Из них 13 миллионов у нас дотаций, 54 будет у нас собственных доходов. Лимиты доведены до главных распорядителей. Последним днем уходящего года мы все это успели сделать. Этих денег нам хватит для того, чтобы зарплату и коммунальные услуги в полном объеме профинансировать наши бюджетные учреждения. Были подведены итоги и в культурной сфере города. В частности, за прошедшие новогодние праздники учреждениями культуры Котласа было проведено 182 мероприятия. Горожане посещали их, несмотря на низкую температуру воздуха. А вот большинство спортивных мероприятий из-за морозов пришлось перенести на более поздние сроки.